Макс, ты видел конфликт Вовы со стаей, и там в стрим-инсайде всё расписано? А чё там за конфликт? Я просто видел по стрим-инсайде, там ничего особенного не было. Ну, кроме того, что Вова сказал, что, ну, типа, шаханить это хуйня. Я даже реакции стаи-то особо там не видел. Или была там реакция стаи? А, реально, вот только что она появилась, хуя себе. Давай тогда сразу посмотрим, чё там изначально говорил Вова. Вот это, да, получается? Не езжу, блядь. Чё так тихо? Ляд, сука, это чисто я, когда играл в сити-кардрайвинг, помните, тоже? Это просто вставить слова Вовы и мой геймплей сити-кардрайвинга. Они охуевшие, они по встречке ебашут. Блядь, а может ты реально прикольнулся застать эту хуню? Секунду, 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 я даже хочу это сделать. Ну вот, блядь, они, они реально какие-то. Они по встречке хуярят, они по разделению, блядь, ебашут. Ну, типа, типа, сори, как бы там, я пацанов не любил, но это полная хуйня, и как бы я задушую здесь, это пиздец. Это реально, типа, ну, хуйта полная, так нельзя ездить, блядь, тем более, когда есть, ну, доказательная база, блядь, того, что ты делаешь прямо сейчас, блядь. Но я не хочу там, чтобы у пацанов проблемы были, я просто хочу, чтобы пацаны, блядь, немножко как-то остепенились, блядь. Потому что, когда я говорю, давайте погоняем, я подразумеваю, что я, блядь, сниму какой-то гоночный тракт, например. Сука. Это недорого стоит, это, блядь, пару кружков оплачиваешь, и можешь кататься, хасанить, хоть разъебывайся. Ну, блядь, реально. Время, блядь, вообще вопросов ноль, со стороны твича вопросов ноль, со стороны законодательства, блядь, вопросов ноль, со стороны человеческой этики вопросов ноль. Я въебусь не помню? Въебусь. Блядь, блядь, ну как же в тему, да? Да, блядь, ну, в целом, как бы Вова навалил базы. Ну, правда, хасанить, это такая себе история. Ну, то есть, никто же не будет говорить о том, что, ребята, это классная тема, ебать, надо, 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 жизнь, это риск, понимаете, не рискуешь, не живешь. Я говорю, хочешь рискуй, но нельзя подвергать других людей опасностями, все. То есть, это даже не дискуссионный вопрос, точка. Если ты угрожаешь кому-то, жизни кого-то угрожаешь, все, это неоправданный риск, все. Что не могут сказать? Короче, хочу поводить перед сном, поэтому чуть-чуть послушайте мою вонь, опукаю. Слушай, Вов, я не знаю, видишь ты это или нет, мне, в принципе, пох. Просто хочу, чтобы ты услышал, может, тебе кто-то передаст. Тут, наверное, проблема в том, что не то, что ты высказываешь своими, мне, в принципе, пох. Можешь чего-то высказывать, можешь мне написать это. А в том, что ты это высказываешь на аудиторию, а потом вот эта грязь из-под ногтя сидит на нации, рукает, рукает, поднимает эти межнациональные вопросы и так далее. Хотя, причем здесь межнациональный вопрос и нарушение правил ПДД. Чего? Причем, вот реально, причем здесь межнациональные вопросы, он же вроде это даже не понимал. Либо я ебаный глухой долбоеб, что, в принципе, тоже правда. Но я как будто не слышал, чтобы это поднималось в том, в том, что вы выложили в стриминсайде. Каких, в принципе, уже... Или он про то, что приходят ебанатые такие, эээ, слышь, ты нахуй, ээээ. Так, блядь, так при чем здесь Вова? Это вопрос именно в этих людях, в их воспитании, то, что родители их не воспитали. При чем здесь Вова? Это то же самое, что, блядь, ну, практически нет, не знаю, какой-нибудь чел, который смотрит Вову, пришел в торговый центр и начал, эээ, ну, устраивать GTA 5. Ну, ты же не будешь предъявлять Вове за то, что вот он такого подписчика воспитал. Я не знаю, за полгода я, может, даже не видел на стриме. Ну, по факту клевета и говно, воняние. Зачем это делать? Зачем устраивать срач аудитории? Ты же прекрасно знаешь, как наши пацаны реагируют. Ты же прекрасно знаешь, как реагирует аудитория стриминсайда, как твоя аудитория на это реагирует. Ты же лидер мнений, ты же понимаешь, что, что бы ты ни сказал, в это поверят. Даже не буду проверять, просто поверят на слово, что там кто-то по встречке ебашит, по выделеньке и так далее. А, он про это клеветает, сначала не понял, типа, о чем он клеветал. И выделеньки нету, не говоря про встречку. У меня все достороннее, дружище. Ну, ладно, хуй с ним. Может быть, когда-то там какое-то нарушение было на стриме, раз в полгода вылетал, но это не у меня. Ну, не важно, я не буду говорить, что кто-то там виноват, кто-то прав. Просто я тебе говорю, если я сейчас начну сидеть, вонять и говорить, что ты такой-то свекой, у тебя будут люди в чате хуйню писать. И не только в чате, еще и там в любом другом паблике медиапространстве, понимаешь? Вот в чем дело, ты начинаешь. Короче, его затригерело то, что он не настолько жестко нарушает, как имел в виду Вова. То есть он такой, да, я, может быть, нарушаю, но не настолько жестко, как говорил Вова, поэтому ты пиздобол. Ну, окей, ну, вонять. А вонять не нужно, потому что портится отношение не только аудитории к стримеру, так еще и у стримера к стримеру. Это не очень хорошо. Зачем, если можно просто, ну, и ладужить? Почему ты мне это не сказал лично тогда при встрече? Макс, так и неправда по встречке ездит. Так ты послушай его, он говорит, дело не в том, ну, что он, он говорит, да, он нарушает. Есть такие моменты, он сам об этом говорит, он говорит, что у меня настолько дохуяк это имеется в виду. Что на самом-то деле, ну, я на самом-то... Ну, бля, типа это одна и та же хуйня. Просто скажите, что это плохо, и все, на этом диалог закончен. Как бы, так выглядит это так, как будто, ну, он пытается оправдаться. Хотя, на самом-то деле, ну, подобная история просто-напросто неуместна для обсуждения. Это, ну, гонять плохо, все. Все, если они бы это сказали, я бы это просто закрыл, бы сказал, ну и все, диалог закончен, как бы, что еще обсуждать-то? Езжал к нам на хату, на стрим-хату, почему ты не сказал это тогда? Странно, почему это сейчас ты резко выкинул? Когда мы начали как-то движуху делать, как-то просмотры набирать или что? Когда это стало выгодно, зачем это делать? Ну, здесь, кстати, возможный момент, что он даже не ебал про это, пока это не начал набирать просмотры. Ну, это классическая история, пока темы не популярны, всем похуй, просто потому, что они даже и не знают. Не знаю. Вроде нормальные люди, нормально общались. Давно общаемся. Ну, а возможно, ты прав, Вова решил, как бы, на фоне хайпа тебя, ну, типа, обосрать, когда знаешь, что на самом деле гонять плохо. Ну, делаешь же именно в этом, возможно. Возможно, это и в этом есть правда. Возможно, возможно, я не знаю, я лишь предполагаю. Когда они конфликтовали, да и, в принципе, не было такого даже намека. Всегда хорошо относились, с уважением. Просто, просто из-за того, что, ну, просто стримеры, все. Солидарность всегда была. Я же не сижу, не упрекаю тебя, что ты хуёво водишь машину там, или там, ты пиздец какой чайник. Ну, зачем это делать? Чтоб тебя ходили подъёбывали? Или там, с желчью плевались? Ля, водительские споры, кто плохо водит машину. Скажите, что ты пиздец, как много переобуваешься. Или, может быть, скажите, что ты, не знаю, у тебя там много обуви дома. Скажи. Ну, а в чём проблема? То есть, ну, в чём проблема? Тема про переобувку, кстати, Квовия будет вообще к месту. Зачем это? К чему это? Как-то всё по-детски, не знаю. Вот у вас с Херсу Суме есть такая черта характера. Только я не понимаю, ну, то есть, короче, говорю, его реально стригерило то, что, оказывается, он нарушает, насколько дохуяк это имеют в виду люди. Но всё равно он нарушает, он этого не скрывает. Типа, иногда это бывает. Насколько иногда, конечно, это уже скажет сама аудитория. Возможно, вот его иногда, на самом деле, для некоторых дохуя. Ну, то есть, просто говорю, ну, всё подняётся в этом плане в сравнении. И люди просто не могут понять эту очевидную вещь. Ну, то есть, было бы охуенно, если бы все люди не нарушали. Всё, к этому всё ведётся. А не к тому, кто больше, кто меньше. Это уже какая-то, на самом деле, детская история. Типа, нет, я, может быть, не знаю, я, может быть, и сделал вот так, но вот он сделал вот так. Поэтому он не прав, а я не прав. Это что за, ну, метод обсуждения? Я просто не понимаю. Это очень странно, это очень странно. Я могу это... То есть, прикинуть ответственность себя на кого-то другого, основываясь на том, что он... А вот он переобувается! Я сам видел! Как бы, уважать вашу черту характер и хуй на неё положить. Ну, просто мне неприятно вот это вот, что люди что-то придумывают и сами в это верят. Зачем? Не знаю. Ну, дай бог вам, короче, вот так, не въёбываться. Запишитесь на школу экстремального вождения. Может быть, вас что-то научат. А, и это. Там, когда у вас конфликт ещё по расписанию? Следующий. Я просто хочу это посмотреть опять. Скучно. Заметили? Подожди, я что-то не понял. Зачем записаться на школу экстремального вождения? Для того, чтобы так не въёбываться и... Блядь! То есть, ты говоришь, ёбаный вру... Не, брат, брат, смотри, смотри. Тут дело немножко в другом. Ты сейчас говоришь, по сути, вот эта фраза, чтобы так не въёбываться, запишите на курс экстремального вождения, говорит о том, что как бы так можно гонять. Это подразумевается на самом-то деле. Но, если вы умеете, то какие вообще претензии к вам? Вы же круто водите. Да какая разница, насколько ты круто водишь? Есть всё равно риск. Отвечаешь-то ты, за него не отвечаешь. Если какой-то человек пойдёт в аварию, и он умрёт, всем будет всё равно, отвечаешь-то или не отвечаешь. Тут к этому ведётся вопрос. Нарушать правила? Плохо. Есть законы определённые. Если вы это понимаете, вы должны сказать, ну да, типа мы так живём. Да, мы понимаем, откуда осуждение, да, мы неправы. Да, но вот мы любим риск. То есть, и вы такие, ну, блядь, понятно, что за чуваки, какие вопросы. Вы, по сути, себя точно такими же показываете, но при этом не можете просто принять вот это осуждение. Вы такие, да нет, вот мы, конечно, делаем вот такие вещи, но осуждать нас за это нельзя. А почему нельзя? Ты же сам предъявляешь вове за то, что человек переобувается. Почему тогда он не может сказать, типа, да, я переобуваюсь, конечно, но я же просто взрослею? И какая вообще претензия? От этого же людям плохо не становится, ёбаный в рот. Так можно вообще всё, что угодно в мире оправдать. Вообще всё, что угодно. Да, вот, как бы, стереотип. Мы, как бы, чёрные, но мы не конфликтуем, ни с кем. А в основном конфликтует вот эти вот, блядь, бабки базарные. Ну ладно, давайте, спокойной ночью. Нормально высказался. Я не понял, на самом деле, до конца я не был в позиции, но ладно. Ну нет, я понял в позиции, но я думаю, что он имеет что-то в другое, потому что я стилы знаю лично. Он клёвый чувак, мне кажется, он просто мысль не круто выразил. Неправильно немножко. Короче, я хотел прокомментировать то, что там Вова про нас говорил. Так, а это кто? Бля, пацаны, мы всё понимаем, что мы делаем на стримах, и как мы гоняем, и так далее. Я бы не назвал, потому что мы гоняем. И запомните одно то, что где мы ездим, в Краснодаре там, или на другой какой-то локации. Не сравнивайте нашу езду, допустим, как люди ездят в Москве, и как ездим мы, потому что нас в Краснодаре, это нормально, блядь. В Тбилиси это нормально, и люди понимают. И мы понимаем всю ответственность. И никто, блядь, если не дай бог что-то случится, не съебёт с места ДТП или так далее. Мы всё делаем под свой страх и риск. Ну вот этот чувак хотя бы уже высказывается, и сразу принято, что как раз я говорил. Вот он прям хорошо высказывается. То есть да, мне не нравится его мнение насчёт того, что, ну если не согласен, по крайней мере, что он говорит, что это, типа, нормально у нас, но это, возможно, нормально именно у вашей компании, но если поговорить с ребятами, которые живут у вас там в Тбилиси, в Краснодаре, в Сочи, и спросить их мнение на этот счёт, они тебе скажут, ну, блядь, мне это не устраивает. Так что это именно тоже такая херня, что просто ваша компания считается нормальной, и у некоторых людей, которые тоже, ну, подобным занимаются. Ну, если спросить ребят, которые занимаются убийством, блядь, убивать ли нормально, я думаю, они тоже, ну, ответят как-то иначе. Если что, странное сравнение. Заранее, типа, сразу говорю, просто так уже утрирую, вообще осуждаю подобное. Я никакую агрессию не проявляю, ничего. Не, он хорошо отвечает, он прям правильно. Вот он, в принципе, ответил, как я ожидал. Ну, то есть, да, мы принимаем, да, мы делаем, мы делаем такие вещи, да, мы делаем на страх и риск, да. К нему вообще претензий, по сути, никаких нет, в этом плане. Ну, кроме того, что я говорил выше. Высказал своё мнение. Вот он хорошо ответил. Тож мы буквами эти автометы для того, чтобы делать на них то, для чего они созданы. А хуйней, какое-то сильное нарушение ПДД от наших не бывает. Мы делаем, блядь, уверенные мувы. А так, всем спокойной ночи, всем пока, я спать. Пью-пью. Всем доброе утро, пацаны, проснулись. Сегодня стримы по расписанию. Будем у Сэмпаблика стримить. Равшан, я Сэм. Ха-ха-ха. Блядь, выспался, блядь, я просыпаюсь уже, я проснулся, искупался, кофе, блядь. Ай, ой, сейчас. Равшанечка жду. А так, блядь, посмотрел по интернету, погулял, блядь, вот эти оскорбления нации, не нации, блядь. Чё могу сказать? Собаки лают, караван идёт. Не, если там реально приходят чуваки, которые оскорбляют нацию, это полное говно. Вот типа подобные херни, когда люди приходят, начинают на национальность переходить, и, ну, там уходят с каких-то фактов и обсуждений, действительно, по делу на национальность, ну, это кончено уебаной, поэтому на них реагировать тоже бред, то есть, ну, просто бессмысленно. Я понимаю, что это их задевает, поэтому они это обсуждают. Иначе бы они просто так же бы забивали хера. Это не круто, поэтому, если вы приходите с каким-то обсуждением, основываясь на том, что, э, бля, вы такие, э, вы конченные мудаки. Ну, если ты приходишь что-то обсуждать, обсуждай по делу. Похуй мне, я как ездил, так и буду ездить. Не знаю, этот чувак мне нравится, я его не знаю лично, ну, типа, но он, по крайней мере, вообще все, ну, то, что, в принципе, как раз таки я и говорил до этого, он, ну, пересказал. Похуй мне, я, бля, сильно не нарушаю, если даже не нарушаю, блядь, я нарушаю, никто другой. Лично за себя говорю, похуй мне. Я всю жизнь страдал из-за своего вождения, все вы знаете, блядь. И... Жизнь не учит меня, если даже и учит, то просто на ошибках, которые я больше не совершаю. А так... Нету правильных людей, пацаны, не нужно себя продвинуть. Не, он хорошо ответил, он хорошо ответил. Я такой, какой я есть. Ну, и сегодня такой, да, да, я понимаю, что я делаю, я понимаю, почему я так живу, да, 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 вообще вопросов нет, я за себя отвечаю. Ну, как бы ты просто это такой слушаешь, ну, блядь, мужик, это хуёво, я с тобой не согласен, ну, как бы ты даже с ним продолжать диалог не можешь, потому что это его выбор, все. Ну, я бы скажу честно, если бы я был обычным пешеходом, я бы не жил в городе с этим чуваком, потому что, ну, страшно немножко, ну, есть шанс, что меня собьют, я вообще бы в этом плане из дома бы не выходил нахуй, чисто метро бы пользовался. Но, в целом, как человек, он, ну, ответил то, что я хотел услышать. Он сказал, типа, да, я такой, Кен, все, какие претензии? Вопросов к нему нет. Охуенно ответил, да, вожу опасный, подвергаю других опасностей, но мне похуй, я так больше дальше буду гонять гигант мысли. Блядь, сравните, как Стил ответил и как этот чувак. Стил отвечал ровно так же, как этот чувак, но вскользь. Этот прям сразу вышел и как гигача что-то сказал. Ну, извините, это подкупает. Как бы я не согласен был с тем, что он высказал, я реально в этом плане не согласен. Ну, я другой позиции, что все равно есть определенные правила, их надо соблюдать. ПДД все-таки не так просто. Неважно, где ты живешь, там, Сочи, Краснодар, гоняют везде, так или иначе, это 100%. И неважно, там, на основе, ну, если, блядь, гоняют у вас в Краснодаре, это не значит, что можно нарушать правила. Все, как бы это так работает. Вот и все, вот и все. Поэтому в этом плане мне этот чувак больше понравился. В плане ответа. Секундный клипов. То, что страшно становится, ну, да. Типа, а хотя бы чувак, ну, не стал мямлить такой, сразу сказал. Поэтому в этом плане какие претензии? У меня претензии только к тому, что они продолжают, будут продолжать такой штукой заниматься, если будут. Опять же, важный момент, важный момент. Вот и все. Но он хотя бы сразу сказал с гордой подненной головой, подненной, подненной головой, о том, что да, вот есть такая тема, не стал мямлить, не стал говорить, типа, ребята, мы это делаем раз в миллиард лет. Ну, мне кажется, что это круто. Пацаны, что вы такой шум подняли из-за того, что сказал братишке? Да никто не гоняет по встречкам, блядь. Это отрывки там двухсекундных клипов. Пусть соберут, ну, если хотят доказать что-то, никто из нас по встречкам не гоняет. Никто там по сплошным не обгоняет. Это единичные случаи. Я уверен, что 50% стримеров делают то же самое. Ну, никакого беспредела нету, блядь. В городе, блядь, если разгоняемся, только потому, что у нас, блядь, разгон 0-100 быстрый. До 100, блядь. Никто в городе 140 не летает. Это так все, ну. Забейте. Честно вам признаюсь, я не воспринимаю ни одного стримера, который скажет, что там Стария или личная Рафшан там гоняет. Вообще. Я не понимаю, почему у них троих вообще различаются позиции. Ни одно слово не воспринимаю. Потому что я знаю, что многие любят погонять. Сплошные, не сплошные. Ну, у нас вообще на стримах почти нет такого. Это все такая детская хуйня. Мы даже если что-то делаем, посплошнее. Не, они сходятся только в одном. А в том, что, блядь, да, мы нарушаем, но это такая хуйня, все. Мы, блядь, прячем телефон, там, камеру вниз, прячем, чтобы, ну, уважение имеем к сотрудникам. И так далее. Не показываем это, показушно это не делаем. Так что запейте хуй. Пусть лучше ездить научатся все. Блядь. Пусть лучше ездить научатся. Когда вот эта фраза появляется, сразу вообще все встает на свои места. Вот так же, как у Стилла. Сидел тоже две минуты, рассказывал, потом. Но вы просто ездить научитесь, ребят. Последнее скажу. А вы тоже. Для чего? Не будьте, блядь, за верьми. Если человек высказывается свою точку, позицию, не нужно сразу говорить. Пошел нахуй, гондон, черт. Вы знаете, тоже выслушать человека, послушать вторую сторону, сделать его сразу, кого-то оскорбляете. Это, кстати, он по факту говорит. Сыны, я вам за слова отвечаю. Пусть лучше я буду вот так ездить, чем я не буду, чем я буду неопытным водителем, который будет ехать 30 км в час, мешать всем, блядь, и создавать аварийные ситуации. Так при чем здесь 30 км в час? То есть, неопытный водитель, по его мнению, ездит 30 км в час, да, по городу? Да так работает, он думает. Ну окей, окей, окей. Видимо, как ты только поднимаешь до 60, ты такой, ебать, я, я, я прям вообще средний водила, прям на уровне. Я просто помню, когда в автошколе был, у меня реально, вот я ездил на 20 км в час и помню, на 30 перешел, бля, ребята, чуть башня не улетела, серьезно. Чем я просто буду такой парень, который любит чуть-чуть погонять, в пределах разумного. Да, я признаюсь, сотку по городу езжу. Я эту сотку уверенно езжу, понимаешь? Сотку по городу уверенно. Лучше быть пристегнутым, как собака, чем лететь, как орел. Ладно, Равшан хотя бы забавный. Забавный. Да я не знаю, типа, из этих чуваков прямо ответил, на мой взгляд, только Ренатка. Ну, на мой взгляд, субъективный. Равшан просто забавный. Стилл, как будто бы в конце высказал свою позицию, вот это, между слов, что, ребята. Моя позиция как бы неизменна. Ну, говорю, ну, типа, чувакам надо просто понять, что они угрожают кому-то. И вот Ренатка, в принципе, об этом сказал, да, да, я понимаю, что я кому-то угрожаю, я возьму на себя ответственность. Ну, как бы, ты с одной стороны такой сидишь, думаешь, ну, да, да, как бы он понимает, да, то есть у человека голова на плечах, однозначно, он выкупает за все это. Но, с другой стороны, блядь, страшно все равно становится, но потому что один, ну, неверный шаг, вот в этом плане, и все. Это же получается до первого вот такого момента. Неважно, будет он или не будет, просто мы говорим о том, следует такое одобрять. Вот и все. Но если это реально вот очень мало у них происходит, то есть на уровне там, не знаю, один раз, два раза в год, то как будто к ним претензий даже быть не может, потому что, ну, блядь, это не круто, это не круто. Но если это реально просто расфоршено, что, ну, я не реально, это два раза в год делают, то как будто бы, я не понимаю, откуда вот вообще этот шум весь. Ибо я знаю тоже дохероводилов, и в этом плане я с Равшаном согласен, которые вне стримов также гоняют хотя бы немного. В этом плане я с ними согласен. Но если это не, ну, не просто в такую глухую расфоршено, что на чуваков наговаривают, то действительно, ребята, ну, вы не правы. Вот и все. То есть я исключительно видел какие-то моменты с клипами, но я не скажу, чтобы видел их десятками или двадцатками. То есть это вот, ну, малое количество в любом случае. Вот и все.